Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о том, нужно ли ИП для интернет-магазина. Хочу сказать сразу, что я всегда за легализацию, и я за то, чтобы интернет-магазины сразу работали нормально. То есть были зарегистрированы либо в качестве индивидуального предпринимателя, либо открывали организацию. Но давайте все-таки рассмотрим плюсы и минусы открытия ИП, или организации возьмем. Плюсы, несомненно, больше, чем их минусы при открытии ИП. Давайте я сразу расскажу про минусы. Минусы будут заключаться только в том, что вам придется платить налоги. Но, в принципе, налоги, их можно сильно уменьшить, если платить вовремя пенсионные начисления за себя или за своих сотрудников. Вам придется платить пенсионные отчисления, от них вы уже никуда не скроетесь. Ну и, соответственно, вам придется сдавать отчеты. Как сдавать отчеты, я расскажу в конце этого видео, это делать очень несложно. Теперь давайте перейдем к плюсам. Если вы открыли ИП, то сразу вы сможете заключить договоры с курьерскими службами или Почтой России, стать федеральным клиентом Почты России. Это значит, что вы сможете отправлять свои посылки, свои товары курьерской службой с оплатой при получении, то есть наложенным платежом. Деньги вам будут поступать на расчетный счет, с них вы будете уплачивать уже налоги. Но зато все будет честно, чисто и прозрачно, и никто к вам не сможет придраться. Следующий плюс – это то, что у вас появится расчетный счет. Вы сможете принимать безналичные деньги к оплате от своих клиентов, так как клиентами могут являться не только физические лица, но и юридические. Также это будет плюсом, так как вы сможете поставить оплату на вашем сайте. То есть вы сможете подключить эквайринг, и люди смогут оплачивать товары прямо со своей карточки банковской или электронными деньгами прямо на сайте. Опять же, не стоит забывать, что если вы будете работать без открытия ИП, то у вас могут оштрафовать за незаконное предпринимательство. Лучше всего сразу открыть ИП и не опасаться этого штрафа. Опять же, если вы все доходы показываете в белую, вы сдаете все отчеты как следует, вы платите пенсионные отчисления, вы платите налоги, у вас появляется гораздо больше шансов взять кредит на развитие своего бизнеса, так как если у вас бизнес идет в гору, вам всегда понадобятся свободные деньги, которые вы пустите в оборот. Если у вас нет никаких отчетов, для государства вы зарабатываете 0 рублей 0 копеек, то кредит в банке вам, скорее всего, не дадут. Также стоит отметить, что вы сможете официально трудоустраивать сотрудников к себе на работу. Многие сотрудники сейчас пугаются неофициального оформления, потому что все почему-то очень сильно трясутся за свою пенсию, за свой НДФЛ и так далее. Ну и раз я сказал про пенсию, то давайте мы не будем забывать и про свою пенсию. Хоть это для некоторых просвучит смешно, в том числе и для меня, но пенсия это наше будущее. При создании интернет-магазина вы можете открыть или ИП, или организацию, допустим, ООО, Общество с ограниченной ответственностью. Давайте я еще расскажу. Плюсы и минусы, с моей точки зрения, имеют ИП от ООО. ИП. Плюсы заключаются в том, что все ваши деньги, это все деньги вашего ИП. То есть вы сможете пополнять расчетный счет без всяких договоров и так далее. Вы сможете снимать деньги с расчетного счета и пользоваться им, как вам захочется. Вы сможете снять деньги с расчетного счета и оплатить себе, допустим, поездку на море. Если у вас будет организация, сделать вы этого просто так не сможете. Естественно, у индивидуального предпринимателя отчетов гораздо меньше, чем у организации. Если у вас нет сотрудников в штате, отчеты у вас вообще сводятся к минимуму. У организации есть свои плюсы. Плюсы заключаются в том, что ответственность вы будете нести не своими личными деньгами, как это будет у индивидуального предпринимателя. Ответственность вы будете нести только уставным капиталом своей организации. Зачастую это просто 10 тысяч рублей. Но сейчас очень часто привлекают и генеральных директоров к ответу. То есть, если вы набрали кредитов, а уставной капитал у вас всего 10 тысяч рублей, то, скорее всего, по суду вас могут взыскать это как с генерального директора. Также стоит отметить, что если у вас открыто ООО, просто так деньги вы снимать со счета не сможете. Вы сможете выводить деньги только как дивиденды и придется платить с этого подоходный налог 13%. На этом все. Я надеюсь, это короткое видео было полезно для вас. Подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, о чем еще мне снять видео. Субтитры сделал DimaTorzok